Между тем, 120 семей стали обладателями нового жилья в городе Саранье Карагандинской области. Квартиры в аренду получили социально уязвимые слои населения. Люди стояли в очереди несколько лет. Пятиэтажный дом построили в рамках программы Нурлужол. Наш корреспондент Юлана Чаус поздравила новоселов и узнала, какие новшества были применены в этом строительстве. Нажал на кнопку и дома. Это первые появившиеся в многоэтажках Карагандинской области автоматические подъемники для маломобильных людей. В этом новом доме в городе Сарань для людей с особыми потребностями продуманы и более широкие дверные проемы. Жилье понравилось, комната и все. Заезд хороший. Большое спасибо. Всего новоселья в арендных квартирах сегодня отметили 120 саранцев из уязвимых слоев населения. Все они много лет стояли в очереди. Здесь все очень хорошо. Квартира хорошая, для детей удобно. Садик, школа, все рядом. С учетом того, что город не имеет центрального теплоснабжения и отапливается автономными котельными, этот дом построен с использованием целого комплекса энергосберегающих технологий. Здесь особенно бережно сохраняют тепло и специальные окна, и стеновые панели. При этом все строительные материалы сделаны здесь же, в Саране. Затраты жильцов на отопление квартир или квадратуры в данном доме будут снижены как минимум на 40%. Расчеты показывают, что цена за квадратный метр не должна превысить 100 тенге. А в случае подвода газа цена за отопление еще будет снижена порядка 30%. Для условий Саране это очень актуально. То есть это не областной центр, уровень доходности населения здесь у жителей достаточно низкий. Уже в будущем году в городке начнется строительство еще трех аналогичных домов. Кроме того, восстановят здесь и две заброшенные многоэтажки. Иван Чаус, Василий Савкин, Хабар, 24, Карагандинская область.